В первом домашнем матче второго круга Оренбургский Газовик принимал воронежский факел. В этом матче встречались лидеры дозаявочной кампании, а по совместительству еще и соседи по турнирной таблице. Первый опасный момент создал Шагенов. Получив передачу от бразильского новичка Оренбургца в кале, Шагенов мощно пробил из-за штрафной, но долго вытащил мяч из самого угла. В следующем моменте все тот же Шагенов, ворвавшись в штрафную по левому флангу, мощно выстрелил в ближний угол. Но мяч после удара попал в сетку с внешней стороны. Ну а на 13-й минуте Газовик заслуженно повел в счете. Активный по первому тайму Шагенов разогнал контратаку со своей половины поля и выдал отличный пас на ход Константину Низовцеву. Нападающий пробил с линии штрафной, но долго не справился с ударом и отбил мяч перед собой. Со второй попытки форвард шансов голкипера уже не оставил. Газовики могли увеличить счет, но удар у Ахмедова после очередной подачи с угла поля немного не хватило точности. Вскоре еще один новичок Оренбургца Фука Братович мог забить гол Красавиц. После прострела Малых с левого фланга он красиво пробил с лета, но мяч после его удара угодил в перекладину. На предпоследней минуте тайма гости все же смогли сравнять счет, но арбитр не засчитал гол Шишелова, зафиксировав у нападающего положения вне игры. Во втором тайме оренбуржцы ничуть не избавили оборотов и все так же методично наседали на соперника. Сначала Малых издали пробил рядом со штангой, затем последовала серия опасных угловых. Но на 60-й минуте хозяева не усмотрели за Шишеловым, который, ворвавшись в штрафную на прострельную передачу, столкнулся с Ахмедовым. Арбитр был неумолим и указал на точку. Подошедший к мячу новоиспеченный капитан Воронежцев-Кантонистов уверенно развел мяч и вратаря по разным углам. 1-1. В оставшиеся полчаса газовик практически запер гостей на их половине поля. Особенно выделялся Кале, постоянно обострявший игру. В одном из моментов защитники нарушили правила на бразильце на подходе к штрафной. Подошедший к мячу Ахмедов со штрафного пробил в дальнюю штангу, ну а с добиванием справился успевший подняться долго. Развязка же наступила уже в добавленное время. На 94-й минуте очередной навяз в штрафную площадь обернулся назначением пенальти в ворота факела. Защитники свалили быстрого бразильца на подходе к вратарской и арбитр указал на точку. Часть болельщиков, практически покинувших стадион, застыла в проходах. Но Шагенов был безупречен в исполнении 11-метрового. В итоге тяжелая, но все же заслуженная победа «Газовика» со счетом 2-1. Газовика «Газовика» вышел настроенный, агрессивный, создал моменты, забили голы. Дальше при счете 1-1 смогли выиграть какая-нибудь, так и мы. Выручили еще с победой. Я присоединяюсь к вам. Алексей, можно вопрос и к Ставану Сарсану, и к Ставану Бодричному. Вот две самых перестроенных команды этого межсезонья. Это как раз «Газовика» и «Факер». По «Газовика» мы сегодня, по крайней мере, увидели одного игрока, который реально может сделать результат. Он, по крайней мере, пытается. А вы у себя увидели игрока, который пытается сделать результат? Ну, конечно, подарю еще раз, думаю. Да. В принципе, я думаю, что если вы увидели игрока, это хорошо. Вы имеете в виду у кого? Гразица? Мы имеем в виду у Гразица, который, кстати, в Аренбурге играет в реальную силу. У вас, в принципе, вообще игра потерпела изменения. Это тоже там просто. Здесь сложно говорить, еще раз говорю, для нас или для этой команды это игра нет. Доказательное, в принципе. Может быть, поле так повлияло, может быть, это, но я не знаю. Мы сами пока не делаем. В принципе. У нас было бы впечатление, что гири на ноги отделили, на теле. Да, да, есть, что-то сказать. Еще один вопрос, в догонку. Вы по сегодняшнему рисунку пытались перестроить игру? То есть вы пытались перестроить предыдущего рисунка в нынешнем? Или нам только так показалось? Вообще не понял вопрос. Какого рисунка? Ну, у вас было раньше 4-2-3-1. Казалось ли, что вы сыграли 4-4-2? Мы не сыграли, что не сыграли. Мы не хотели, что вы сыграли в зону. Мы сыграли, мы тоже сами. Мы хотели играть 2-3-2, но мы все выполняли установки. И поэтому мы можем подловом так показаться действительно. Поэтому здесь что-то, в принципе, искали. У нас просто трейдер, сейчас не весело. Мы только сами приходите, как пропускали. Четвертый добор, но мы особо радости нет против этого. Так что извините. Ну, вы будете еще приобретать самых игроков? У нас уже больше чей не может приобретать. Ну, непонятно. Не в эту игровую компанию. В следующей межрежней зоне. А я не знаю, как там будет. Будет ли изменено? У нас там же сейчас есть определенное количество, сколько можно надеть за область. Если будет изменено это количество, в связи с тем, что мы можем приобретать. Если нет, не можем. Нет, если взять общую сумму от игры, эта мега проходила с большим. Наши потериальные, думаю, что моменты оказались, естественно, больше. Еще были моменты, две штаны. Да, вот, за первой командой, когда футболисты поиграли, не было, но для того, чтобы футболисты. Но сегодня, я думаю, мы были сильными. В итоге, кажется, немножко спошла она, что-то Андрей побежал, потому что выиграли. Ну, вот, у меня не в какой-нибудь процедуре не будет. Но перед тем, хотя и в наши планы в 15-м уже сейчас смотрели. Получился спорный. Ну, по-видимому, мне не скажешь. Пойдем считать, что, я думаю, результат закономерный. Мы были сильными. Систент Сергеевич, можно вопрос? Ну, вот, извините, что гола Сорова болел за газолит с трибуны. Именно с трибуны такой взгляд, что команда была намного более мобильна, чем в первом круге. Намного более мобильна, чем коллеги, которые поиграли в первом, в смысле, в премьер-лиге. Ну вот, если честно, по личному мнению, выделялись только два игрока, по большому счету. Камалудин Ахмедов, который просто бесподобно играл. Особенно в первом тайме. И вот, новый образец коняя. Я вас не прошу по всем игрокам отвечать, но, по крайней мере, вот, кто вас порадует? Вы знаете, у меня в первом тайме команда порадует. Все было согласовано в организации, в атаке, в обороне. В первом и втором тайме, да, пошел немножко какой-то сбаланс, атака, обороны. Вот, и появились дыры. Но получалось обороняться в меньшинстве и опять перехать вот так. Поэтому мне понравился в первом тайме всякого. И не дались, и сейчас говорить, что все не зонится, не плохо сыграл. В зоне с первым таймом. Я бы считал, что малых все удачные. Малых. В первом тайме Шагинов, вторым ненужчиком подстил Парников. Не лучшая мальчата, значит. Поэтому я бы не сказал, что Камалу молодец, хотя тоже ошибки были, старые дежелания и голые. Поэтому я бы отметил все это. Особенно в первом тайме. Мне понравилось. Кстати, Савельянчук, все-таки подтолкнув вас к этому ответу. Первый – Бразилийс на Оренбургской земле. Вам понравилось? Савельянчук. Нам понравилось такое. Через неферу будет старый. Мы уже оформили, контракт подписали. Надеюсь, тоже понравится. Я прошу гоной игрой, оправдывал игру из 17-20 дней всего в команде. Он очень понимает, по-русски, мы с ним общались, и по-португальски уже начали учить. Как находим общий язык, есть у меня очень сильные качества. Надо еще узнать понимание спарта. Второй игрок приезжает еще один удар на сильнее. Если взять 1-2-1, я надеюсь, очень быстро. Еще моложе, чем карты, 20-20 человек. Мы хотим еще играть, но пока не учатся. Переговорили с очень многими знакомыми фамилиями. Примерили, и, к сожалению, по разным причинам не приехали. Это уже приговорный процесс. Почему? Ну, видимо, с очень знакомыми футболистами. Ну, например? Например? Ну, например, Дайвец. Ну, например, Деменко. Ну, например, Шишев, он сегодня нападающий играл. Чем же по-рубниже лучше, чем по-рубнике? Здравствуйте. Вы сейчас в фенальсе смотрели, а в чем мотивировка, в какой причине, как в самом суде объяснилось? По-видео... Ну, там какое-то касание к дурове. Рука? Нет. Там нога в ногу. Нога в ногу. Но дело в том, что кто сыграл мяч, бьет игрок, набегает, бьет игрок. Флаке, наш бежит тоже навстречу друг другу, и наш убивает мяч. Тот бьет ему. Удар есть, но не сыграл мяч, не мешает. По-видео, в чем-то там, в скорбь. Ну, чёрности, у тебя в 100% нет. Адин Селёнович, это первый пенальти? Мы били? Нет. Я не знаю, вы разбирали первый пенальти в матче и тот, который мы били. Нет, но и нашим запретом. Саня Селёнович, мы уже больше 10 матча не выигрывали. Сейчас есть ощущение того, что команду наконец-то прорвёт и покатит, что называется? Мы в значительном лагере криктивных. Если бы заметил, пришло практически одна лагеря шмарка. 22, 23, 24, 24, 24, 25. Вот. У тех ребят, которые ушли, претензий, по сути, нет. Что-то не получилось. Принес решение. Счётолвый сезон при нарушении кардиналит поменять эту ситуацию. Поэтому, я говорю ещё в конце первых, что мы были очень активны на рынке. Мы с вами получились самыми активными. Но ещё раз говорю, мы не хотели просто взять фамилии какие-то. Мы хотели именно под нашу игру, конечно, хотели опытных игроков с характером, типа рыбаялицем. Временовым помог нашей молодежи своей харизмой, своим характером, беспособностью. тренинг что-то не получилось. Вот сейчас у нас ещё будет бразилица, я думаю, если получит, опять же получит. У нас ещё одна для фамилии поменят. Мы идём переговоры с хорошими партнами. Но получится или нет, в ближайшие два-три-четыре дня это будет переговорный процесс. Получится, скажем, достаточно неприятный возможно вопрос. С того лет пускай в межсезонье и когда, чтобы потом брать его сменщика? Бузовик. Кого? Бузович. Ну, Мусин. Мусин был основным его кварталем Уралу. Сменщиком был потом через три-четыре тура Куршал основной на мусин стал. Мы не жалеем. Я не жалею. Спасибо. Спасибо большое. Да, хотелось бы еще раз. Много дальнодорога мы с вами видели пакеты в белом и старички в установке вашей. Почему это? Почему? Почему? Почему в прошлом уроке мы не делали на дороге? Я, например, был голодор Андреев в центре и парников в сороками по мне это неправильно. Ну, взял два мяча отдал. Чет из 3-0 добегите от своих ворот перед. Мы идем 3-0. Когда счет 1-0 команда пристала у нас третий преимущество ее нужно играть. А бить сорока метод по веткам. Ну, забьет. Ну, дайте сто раз. То есть, один забьет. Конечно, болельщикам это понравится. Но мы-то сто раз лечим. Нам еще сто раз его отнять. Это силы тратить. Поэтому я просто хочу сказать, ну, это не маяцеловар. Потому что есть такой тендер Рихард он просто ненавидел нас запрещал штрафовар. Если мы даже шли в счете 0-0-1-0 там, такой, качели проигрывать команду. Да, я мог ударить дальше, 20 метров, что обнисанцы сумасшедшие. Это красиво, понятно. Но еще есть прекраснее результаты. А результаты их нельзя срок видеть. Ну, это маяцеловар может быть ошибочным. Хотя понимаешь, что болельщик. А нам повели, пожалуйста. Никто смешил. то есть то, что Жакен заработал в начале игры угловой, а потом еще напряг батарея это плохо? Нет, он не бил 45 метров. Добил 25, 22, другая ситуация. 18, больше обменов обладает самым ударом. Это нормально. 22, я 30, 40. Когда был парникум, было 35. Когда бил Андрей он сравнил 45 метров. Удар за 45. Не конфликты ситуации нашего саждая. Это не конфликт ситуации нашего саждая.